итак всем привет сегодня у нас на тесте mazda cx 5 2012 года выпуска с мотором двух литровым мотором 150 лошадей значит такая машина стоит 1 миллион 280 по моему она стала владелица данного автомобиля который любезно мне предоставил на тест даже вообще без разговоров за что большое спасибо значит сейчас мы прокатимся на этом автомобиле узнаем его получше посмотрим значит что из себя представляет на деле новая платформа от mazda sky актив испытаем новый мотор новую коробку в общем давайте начнем тестировать ее все выезжаем потихонечку ну проедь вперед чуть-чуть мы всегда с полуслова друг друга понимаем автомобилист россии в общем а что можно вкратце сказать про этот автомобиль во первых надо сказать то что он абсолютно новый он построен абсолютно на новой мазовской платформе которая в дальнейшем будет использоваться для автомобилей mazda 3 mazda 6 в общем в чем основа идеи во первых конечно же это двигатель и здесь установлен двухлитровый двигатель я спустим нёмся здесь установлен двухлитровый двигатель мощностью 150 лошадей с рекордной степень сжатия по моему к 14 к 1 вообще для европы ставят двигателя 165 лошадей но здесь как бы его дефорсировали говорят налог надо меньше платить хотя я думаю что скорее всего из-за нашего топлива то есть он просто возможно не будет выдавать но это лично мое мнение потому что беден у нас действительно мягко говоря не очень качественный вот значит что здесь еще нового новый автомат шестиступенчатый да значит новая новая платформа абсолютно да то есть двухрычажную переднюю подвеску заменили на более дешевые стойки макферсон вот и вообще сам кузов сама структура она стала более легкой более легкой и увеличилась жесткость то есть по пассивной безопасности машина скорее всего по моему уже проводили краш-тест пять звезд на машину брала а вообще если говорить про чисто визуально вот как мне сидится впереди по панели действительно очень во первых хороший обзор то есть низкая оконная линия с двух сторон большие зеркала лопухи мазовские да то есть высокая посадка и вообще очень это хочу сказать что такой очень просторный салон для компакт-кроссовера кстати это первый компакт-кроссоверов мазды вот и на удивление кстати приятный пластик я думаю будет здесь более дешевый он такой прорезиненный приятный вот здесь конечно подешевле немножко вот здесь а вот здесь очень приятно и естественно машина наверно не будет издавать никаких писков скрипов до 100 тысяч километров как минимум вот теперь что касается ходовых качеств этим опять по отвратительной дороге но в россии у нас везде такие дороги поэтому поэтому будем на них проверять достаточно энергоемкая подвеска но не очень энергоемкая но не пробил ни разу еще пока ехал вот ожидал если честно более такой четкой управляемости и более чувствительную роль как на предыдущих маздах особенности была а так такой на первый взгляд вот пока вот я еду хорошо сбалансированный такой кроссовер никаких пока вот отрицательных каких-то моментов я вот пока не вижу единственное как-то странно подергивается стрелка тахометра на нейтралке как будто передачу она как-то ищет попробуем ускориться еду не фобу что еще обкатка машин не прошла но мотор достаточно хорошо тянет и шестиступенчатый автомат он старается как можно раньше переключить передачу вот чтобы нам лучше было плане экономии топлива потому что машина действительно очень экономичная она по городу 11 2 12 по бортовому компьютеру показывает это очень я хочу сказать хороший результат такого автомобиля это такой мощности хотя надеюсь не высокая так роль 22 7 оборота 1 справа до лево то есть достаточно короткий но повторюсь он не очень чувствительный то есть но двигатель такой приятно тянет хорошо тянет двигатель нельзя назвать конечно это спортивный подхват да но тем не менее вот его более чем достаточно этого автомобиля все равно вот по поведению да по как он управляется он не вызывает каких-то таких кривых реакций то есть у нас есть крены такие еле заметные но они есть то есть да машина хренятся несмотря на то что она легкая но за это мы получаем такую энергоемкую подвеску не жесткую очень несмотря на то что колено автомобиль на 17 колесах такая дуга небольшая руль чувствую в повороте когда он на обратный ход хорошо чувствуется так с чем этот автомобиль надо сравнивать прежде всего конечно же я думаю что тигуан потому что все будут думать купить тигуан или мазда ну плюс мазда то что это абсолютно новый автомобиль новая платформа да то есть устаревшая потом киори его но дизайн если честно вот здесь выбрать дизайн всех кроссоверов я потом отдельно об этом конечно расскажу то мне кажется здесь он более такой почтительный современный такая помесь fx и тигуана что-то в этом роде сейчас пора и попробуем заехать на грунтовую дорогу да посмотреть как машина себя ведет такой туповатый автомат если честно то есть подкупливает немного но экономичный экономичный так так типа на грязь или типа на бездорожье полноприводная версия здесь у нас подключаемая заднюю ось такая же муфта как на cx-7 стоит да то есть на бездорожье не платить не советовал бы никому ехать вот едем по грунтовке ну да и на горюмкой подвеска хорошо отыгрывает действительно очень хорошо яма отыгрывает хотя дорога отвратительная я действительно кстати поражен я думал кстати все будет наоборот будет четкая управляемость и жесткая подвеска такая короткоходная наоборот значит в чем про внедорожный потенциал какие у этого автомобиля могут преимущества первых ну клиренс и муфта ну муфта как на ней газовать долго в грязи например доехать она и можно перегреть поэтому кстати если вы говорите о переднеприводных версий они по моему от 950 стоят и доступны только с механической коробкой если я не ошибаюсь так а значит что касается комплектации за миллион двести восемьдесят вы получаете климат-контроль двухзонный вы получаете стекло электрозеркала с подогревом 4 стеклоподъемника автомат я сказал уже интересное кстати меню управления магнитолы бортовым компьютером как на ордрайв системы на бмв здесь джойстик есть вот механические будут у вас сиденья тканевая обивка вот а так в принципе соотношение цена-качество комплектация да при бомбас ксенон впереди очень хорошее предложение очень хорошая но единственное мотор конечно 150 сильный немножечко пугает цифра до что 150 лошадей ну как так поверьте на этой машине особо гонять то и не хочется в принципе такой нормальный компакт кроссовер без амбиций на спорт вот с хорошей удобной высокой посадкой и в принципе не думаю что здесь нужен мощный двигатель коробка немножко туповатой конечно но тем не менее переключает передачи и очень экономично да действительно расход 11 12 литров для высокого компактного кроссовера я думаю что это очень хороший показатель и очень энергоемкая подвеска хорошая подвеска действительно опять мы объезжаем яма везде у нас как с препятствием ну хочу сказать хорошо можно заведать мне нравится чуть больше я уже на ней езжу и прям удовольствие даже такой какой-то реагирует хорошо машина но тем не менее крены не исчезли к сожалению сиденья в принципе боковая поддержка здесь как таковая присутствует но держит но не на все сто процентов то есть можно было сделать немножко конечно и получше попробуем в ручном режиме ручной режим здесь достаточно интересный да то есть на себя мы повышаем передачу чем не переключается странно ручной режим сейчас у нас 1 так вот сейчас я включил первую значит на себя здесь это идет передача плюс от себя минус как на спортивных автомобилях дать не просто пока сейчас посмотрим как у нас ручной режим работают рядом на сузоке гранд фитара сейчас у нас будет гонка нормально нормально приключает быстро хорошая реакция есть четвертая хорошо сейчас ты переключим сразу на шестую станет чтобы экономить опять наше топливо руль у нас передняя панель здесь на запас хода и тахометр со спидометром и пробег селектор переключения передач ну новый автомат значит это автомат повышает передачу это понижает управление компьютером то есть так мы можем выбирать какие-то функции бардачок 500 рублей в каждой комплектации это подарок 08 метра 08 метра сижу сам за собой место есть место есть и сзади достаточно просторно с ручки такие интересные сзади тоже стеклоподъемники отдельно для задних пассажиров сиденья боковая поддержка есть но не особо поддерживает и очень приятно что длинная подушка сидений передних красивый очень нравится мне в общем что можно про него сказать значит по двигателю двигатель хорош но свои 150 лошадей не азартный но тем не менее достаточно тяговитый с хорошим расходом топлива коробка немножко потупливает но оправдывается все экономичностью вот эти вот на нейтралке у меня стрелка тахометра когда дергалась это машина глохла и стартовала сама по себе то есть тоже система по для экономии топлива вот а так внешне в принципе видите сами здесь на вкус и цвет как говорится товарищи не верит достаточно легко открываются большие обратить внимание что целиком все с приятным звуком все происходит нас багажник тоже достаточно большой шторка здесь у нас задние сиденья естественно складывается полностью образуя огромный задний багажник так закрываем и вот так его закрылся интересно не часу по-моему нет sky active технологии сзади она мне почему-то fx напоминает и стекло такое задние видите она мазовская такая вот загугленность как назвать правильно не знаю естественно будут фанаты которые будут врезать буквы м здесь обязательно без этого же никак джем мазда полностью вот а так в принципе за свои деньги я думаю что автомобиль цена качество комплектации один из лидеров кола в классе вот скоро мы будем тигуан тестировать и постараемся сравнить с этим автомобилем кстати вот приятно то что хорошая защита вот вот камней когда пограю едем от веток полностью автомобиль защищен от этих вещей дверь тоже стукнуть сложно но если мы ее погнем например какой-нибудь там бордюр менять скорее всего надо будет и дверь тоже потому что видите здесь как она заходит глубоко или выравнивать дверь а так автомобиль понравился